Ребят, вот в Испании можно нарваться на такую штуку, что вы можете приобрести дом, собственность, а вот право на воздух над этим домом останется у предыдущих владельцев. Сейчас расскажу реальную историю. Жил-был один испанец, зовут его Антонио. Жил он в маленькой, совсем крохотной квартирке, по-моему, где-то в Аликанте. И как-то раз к нему пришел старый друг покойного отца и говорит, «Ты, говорит, здесь ютишься в маленькой квартирке, давай, у меня есть неподалеку, здесь практически на берегу моря, есть домик, давай я тебе его продам, вот ты квартиру свою продашь, и за сколько ты ее продашь, за столько я тебе продам этот домик». То есть там небольшой домик, впереди маленький участочек, ты хорошо будешь себя чувствовать. Естественно, Антонио согласился на такое щедрое предложение. Как только он продал свою квартиру, он тут же приобрел вот этот вот домик у друга отца и начал там жить, начал его обустраивать, там ремонт делать. Проходит буквально два года, а друг отца, который продал ему этот дом, переходит в мир иной, и на пороге у Антонио появляются наследники. Эти наследники приходят ему не просто так, а приходят с предложением, от которого он просто не может отказаться. Они к нему приходят и говорят, в общем, у нас есть право на воздух, то есть на постройку верхних этажей над этим домом, достались наследство. И мы тут посовещавшись, решили построить еще три этажа и их сдавать. Антонио, конечно, в шоке, говорит, да вы что, я же здесь его купил. Обратился к адвокатам, обратился в суд, оказалось, что да, действительно, у них осталась эта бумага. И в итоге Антонио стал счастливым обладателем нижнего этажа четырехэтажного здания. Продолжение следует...